МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости на восьмом. Это значит, в ближайшие полчаса все о главных событиях и жизни Владивостока. В студии Максим Дудников. И вот, что произошло в нашем городе к этому часу. Незаконно и неэстетично. Во Владивостоке идет снос металлических гаражных конструкций. Инициаторами стали сами горожане. Администрация города Владивостока проводит плановую работу по демонтажу незаконно установленных объектов. На сегодняшний день это гаражи. Близко деньги, а не переведешь. 44% приморцев не имеют надлежащего доступа к банковским услугам. Ни банки не готовы заходить в маленькие населенные фонты. Ни люди сами не могут получить доступ к онлайн-каналу. Нешуточная борьба. Женский чемпионат Дальнего Востока по боксу стартовал в Приморской столице. Также в выпуске. Столицу Приморья ждет колоссальный ремонт основных городских артерий. И еще расскажем, Владивосток передал статус столице тотального диктанта Таллину. Но об этом немного позже. А сейчас о главном. Во Владивостоке продолжается прием документов на замещение должности главы города. Так, накануне комиссия приняла документы от действующего градоначальника. Олег Гуменюк стал седьмым соискателем на это место. На данный момент конкуренцию ему составляют временно неработающий Дмитрий Туреев, депутат Законодательного собрания Приморского края, единорос и экс-коммунист Олег Вильгоцкий, городской активист и солист ансамбля песни и пляски ТОВ Сергей Мельвит, администраторов ООО «Пегас» и ООО «Персей» Батур Измаилов, создатель музея в доме на подножии 28 Татьяна Рындина, индивидуальный предприниматель Денис Мельников, полномочный представитель в Китае и Гонконге, финансово-банковской ассоциации евроазиатского сотрудничества Евгений Бажов и временно неработающий Юрий Демиденко. Напомним, старт конкурсному отбору Дума Владивостока дала 28 января, сформировав состав комиссии и обозначив сроки всех предстоящих этапов. Сама комиссия сформирована на паритетных началах губернаторам и представительным органам муниципалитета. Документы будут приниматься до 11 февраля. Далее целый месяц депутаты будут проверять документы. Первый этап конкурса пройдет 12 марта. Второй этап, а именно индивидуальные собеседования с претендентами, 18 марта. После этого конкурсная комиссия должна будет предоставить на рассмотрение Думы Владивостока не менее двух кандидатур, из которых депутатами и предстоит определить главу Владивостока. Столицу Приморья ждет колоссальный ремонт основных городских артерий. Улицы Снеговая, Капитана Шефнера, Некрасовская, дорога в поселке Поспелово и другие планируется отремонтировать в этом году. Часть средств из дополнительного финансирования в размере 4,5 миллиардов рублей направят на приведение в порядок уличнодорожной сети Приморской столицы. Планы по ремонту городских улиц обсудили в ходе рабочей поездки по городским территориям руководитель администрации Владивостока Олег Гуменюк и исполняющий обязанности начальника управления дорог и благоустройства Юрий Трунов. Все подробности в нашем следующем сюжете. Масштабный ремонт дорог ждет Владивосток в этом году. Так, на некоторых магистралях планируется полностью заменить дорожное основание и выполнить устройство бетонного покрытия, вывести продольные поперечные уклоны, отремонтировать сети ливневой канализации и установить разделительное бетонное ограждение для безопасности автомобилистов. Дорожный ремонт коснется каждого района Владивостока. У нас, допустим, на Рус, вторая речка, у нас на Нерчинской, у нас в Первомайском районе. Каждый район ощутит на себе ремонт дорог. Нет такого, что мы выборочно сделали. В каждом районе будет происходить именно ремонт прилегающих территорий и дорог. Исполняющий обязанности главы Владивостока Олег Гуменюк поддержал идею устройства бетонного покрытия на одном из самых крутых городских спусков и поручил подойти к ремонту капитана Шефтнера комплексно. Выполнить благоустройство пешеходных зон и провести санитарную и формовочную обрезку деревьев. Предложение сделать ее в бетоне? Ну, хорошее предложение, чтобы один раз сделать и забыть на несколько лет эту дорогу. И мы сделаем, посмотрим, тротуар в порядок приведем, надо санитарную обрезку тоже сделать. Я думаю, что как раз будет одна из самых главных артерий, когда не будем уже вот такие вещи наблюдать каждый год и постоянно заниматься ямочным ремонтом. Не забудут межквартальные дороги и проезды к многоквартирным домам. Планируется комплексно отремонтировать 15 улиц и построить надземный пешеходный переход. Будет отремонтировано более 16 километров дорог. Можно сказать, артерии города, где они давно требуют уже большого внимания со стороны власти для ремонта именно. Можно сделать лицо наше ровное, красивое, чтобы автомобилисты могли доступно ездить по дорогам, не ломались автомобили, люди могли ходить по тротуарам, где не могли спотыкаться. Это же все-таки столица Приморского края. Основные работы будут проводиться ночью, однако на отдельных участках будут ремонт вести и днем. Чтобы минимизировать неудобства, ремонт улиц будет проводиться летом, в период школьных каникул и отпусков основной массы населения. Вопросы организации дорожного движения на время проведения ремонтных работ будут проработаны с ГИБДД, а жители заранее повестят о начале ремонта. Дмитрий Беломеснов, Новости на Восьмом. Не остается без внимания и инфраструктура Приморской столицы. Власти очищают город от незаконных и, главное, по-настоящему неэстетичных конструкций, которые уродуют Владивосток. Так, в настоящее время идет снос незаконно установленных гаражей во Фрунзенском районе. Отметим, за помощью к администрации города в этот раз обратились сами жители. Тему продолжит Светлана Садовая. С просьбой демонтировать старые металлические гаражи у них во дворе жители Арсеньева-15 в администрацию города обратились самостоятельно. Эти неэстетичные конструкции установили здесь много лет назад. Однако не все хотят терпеть такое соседство. Собственники дома оформили территорию в придомовую, поставили ее на кадастровый учет, и более десятка гаражей оказались самовольными и незаконными. К слову, о проблеме незаконных гаражей рядом с домами жители рассказали и губернатору Приморья Олегу Кожемяка во время встреч, прошедших в декабре прошлого года. Администрация города Владивостока проводит плановую работу по демонтажу незаконно установленных объектов. На сегодняшний день это гаражи, которые незаконно установлены на территории города Владивостока. Мы их демонтируем по просьбе и жалобам жителей города. Специалисты городской администрации провели все необходимые процедуры. Сообщения с просьбой самостоятельно демонтировать незаконные гаражи даже вывесили на самих объектах. Как это часто и бывает, большинство владельцев решили, что демонтаж их не коснется. Поэтому, когда на объект вышли рабочие и техника, занимающиеся демонтажом, для некоторых владельцев это стало настоящим сюрпризом. Но есть и такие, кто решил заранее позаботиться о своем имуществе, освободил гаражи и решил сдать конструкцию на металл. Работы по демонтажу продлятся до конца недели. Поэтому у владельцев еще есть время убрать свои объекты добровольно. Светлана Садовая, Новости на Восьмом. В Тверском районном суде Москвы накануне начался допрос одного из фигурантов по делу экс-главы Владивостока Игоря Пушкарева Андрея Лушникова. Экс-глава МУП Дороги Владивостока отказался отвечать на вопросы гособвинителя. Он воспользовался правом не свидетельствовать против себя после вопроса, о знакомстве с бывшим главой города. Он вместе с другими фигурантами обвиняется по статьям о получении взятки, словопотреблении должностными полномочиями и ряду других. С самого начала заседания Андрей Лушников заявил, что себя виновным не считает. После чего начал отвечать на вопросы, которые ему подготовила сторона защиты. Главной интригой допроса стал вопрос о той загадочной доплате к его заработной плате, которую Лушников получал якобы из кассы «Восток Цемента» по поручению экс-мэра. В ходе допроса Андрей Лушников отметил, что заработная плата в 200 тысяч рублей была связана со сложностью управления МУПом. А также рассказал, что в кратчайшие сроки, благодаря эффективному управлению, предприятию удалось практически вывести из упаднического состояния и многомиллионных убытков. Были зачитаны тома уголовного дела, где прозвучались самые первые показания Андрея Лушникова. В них он фактически признается в том, что действительно незаконно получал большую заработную плату, которую можно было рассматривать как взятку от экс-мэра. Стоит отметить, что прозвучавшую информацию экс-глава МУПа решил опровергнуть и взял слово. Во время выступления Андрей Лушников заявил, что оговорил Игоря Пушкарева в ходе первых опросов, надеясь тем самым изменить свою меру пресечения. Напомним, с подробностями о деле также можно ознакомиться на официальных страницах экс-главы Владивостока Игоря Пушкарева в социальных сетях Facebook, ВКонтакте, Instagram и Одноклассники. К другим темам. Приморский край многие годы уверенно лидировал по количеству заболеваний дыхательных путей, в том числе и в силу тяжелого климата. Высокая влажность, сильные ветры, холодные зимы – все это до сих пор обеспечивает многим детям, а зачастую взрослым, большое количество острых респираторных заболеваний. А сегодня медики бьют тревогу еще и по поводу легочных инфекций. Самым распространенным заболеванием дыхательных путей в Приморье на сегодня является пневмония. Чтобы не допустить в дальнейшем вспышек настоящих эпидемий, власти края планируют привить от пневмококовой инфекции более 75 тысяч приморцев. Это 37 тысяч малышей до двух лет и более 40 тысяч детей и взрослых, входящих в группу риска. По поручению губернатора Приморья в этом году были увеличены расходы на вакцинацию населения из краевого бюджета. Мы выделили в этом году большую, довольно значимую сумму на закупку пневмококовой вакцины. Это прививочная и она особенно важна для детей. Она повышает иммунитет, сопротивляемость к различным видам заболеваний, в том числе гриппа. Поэтому сейчас она должна быть доведена до лечебных учреждений и проведена большая работа. Это импортный препарат, поэтому, безусловно, показательный. Он снижает порог заболеваемости, повышает иммунную систему для детей. По тем субъектам, где она активно применяется, мы видим, что нет вспышек инфекционных заболеваний. Поэтому очень важную работу организовать. И сейчас наш департамент здравоохранения вместе с лечебными учреждениями будет эту работу проводить и будет еженедельно отчитываться о вакцинации населения, особенно детского. Стоит также отметить, что в прошлом году в Приморье против пневмококовой инфекции привито 22 тысячи детей. В этом году число привитых ребят будет увеличено до 24 тысяч. На эти цели направят около 90 миллионов рублей. Такой объем регионального финансирования был выделен на прививочную кампанию от пневмококов впервые. И в таком объеме деньги выделены впервые. Поэтому в данный момент мы начинаем закупочные процедуры и своевременно начнем прививочную кампанию. И, как поручил Олег Николаевич, мы сделаем максимальный упор именно на детей. Заболеваемость внебольничными пневмониями регистрируется на всех территориях Приморского края. Наибольшее количество заболевших отмечается в городах Владивосток, находка Уссурийск-Арсений в Дальнегорск. В настоящий период времени вне больничной пневмонии регистрируется преимущественно бактериальной этиологии. Вместе с этим пульмонологи Приморья бьют еще одну тревогу. И здесь уже прививки не помогут. Во Владивостоке стремительно молодеет хроническая обструктивная болезнь легких. За последние пять лет количество пациентов отделения пульмонологии Владивостокской клинической больницы номер 4 выросло на 50%. Таким образом, по числу госпитализированных Хоббл уверенно вытеснила с третьего места бронхиальную астму. Тему продолжит Катерина Матвеева. Неделя самолечения и Евгений оказался на больничной койке. Мужчина, сам сотрудник медучреждения, и не думал, что обычная, казалось бы, простуда приведет к столь серьезным последствиям. В течение часов-двух был на улице, было очень холодно тогда, замерз, очень сильно замерз, ну как бы особо не предал, тем не менее после этого попил кофе горячего, чаю, согрелся, а на следующий день почувствовал себя слабее. Ну я как бы списал это на то, что в тот же день я еще сдавал кровь на станции переливания, кровь, но я думал, может это из-за того, что у меня произошла донация, я сдал кровь, да, но тем не менее слабость не уходила, вот, еще через день поднялась температура, лечился я, занимался самолечением, ну сам себе, так скажем, прописал таблетки. Антибиотики сначала помогали, но через пару недель мужчина вновь почувствовал недомогание и понял, что без помощи специалистов не обойтись. Врачи Владивостокской клинической больницы номер 4 диагностировали пневмонию и за несколько дней поставили Евгения на ноги. В отделение пульмонологии все чаще попадают пациенты, которым помочь очень трудно. В первую очередь это касается обструктивной болезни легких. В нашем отделении обследуется и получает терапию пациенты с бронхолегочной патологией. Преимущественно это пневмонии, но за последние пять лет вышли на третье место хроническая обструктивная болезнь легких и точно так же бронхиальная астма плюс сочетание этих заболеваний. Потому что хроническая обструктивная болезнь легких отягощает течение любого заболевания, в том числе и пневмонии. По словам специалистов, одной из главных причин болезни является курение. И не только крепких, но и легких сигарет. Облегченные сигареты проходят специальную обработку и их дым проходит глубже в легочную систему. Евгений, можно сказать, легко отделался. Он смог бросить курить более 20 лет назад и с удовольствием делится своим опытом. Бросить курить меня сподвигло здоровый образ жизни в свое время. Я курил с юности, тоже достаточно большой стаж был, порядка 10 лет. Для себя я разбил этот процесс на три этапа. Первый этап – это первые три дня. Самое сложное, конечно, выдержать первые три дня. Потом месяц, потом полгода. Методик по отучению организма от вредной привычки много. Главное – задаться целью. Хобул – очень опасный недуг, и бороться с ним сложно. Правила в наше отделение пациента попадают в крайне тяжелом состоянии, когда отчетливо выражена дыхательная недостаточность, она проявляется. Хобул – это прогрессирующее заболевание. Полностью излечиться от него невозможно. Симптомами Хобул являются постоянный кашель, отдышка, увеличение количества мокроты, гнойность. Диагноз подтверждают специалисты с помощью спирографии. Обычная флюорография здесь не помощник. Необходимое оборудование есть во Владивостокской клинической больнице номер 4. Она обслуживает Первомайский и Ленинский районы по полису ОМС, но готова принять и граждан из других районов Владивостока. Катерина Матвеева, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом. Сейчас уйдем на короткую рекламу, после которой… Фрегат «Паллада» отправится в кругосветное путешествие, посвященное 200-летию открытия Антарктиды. Владивосток передал статус столице тотального диктанта Таллину. В Приморье проверят видео, на котором люди будят спящего в дупле медведя. Спонсор новостей – травмпункт медицинского центра «САНОС». Экстренная плановая помощь при любых видах травм. Передовые технологии и современные методы диагностики для вашего здоровья. Телефон 260-60-40. Травмпункт медицинского центра «САНОС» Травмы и ушибы всегда возникают внезапно. Они резко меняют наши планы. Травмпункт медицинского центра «САНОС» – это то, что вы искали. Оказание экстренной помощи без очередей и записи при любых видах травм. Современный цифровой рентген поможет выявить даже сложно диагностируемое повреждение. Травмпункт медицинского центра «САНОС». Мы заботимся о вашем здоровье. В студии Максим Дудников и мы продолжаем. Фрегат «Паллада» отправится в кругосветное путешествие, посвященное 200-летию открытия Антарктиды. Владивосток передал статус столицы тотального диктанта Таллину. В Приморье проверят видео, на котором люди будят спящего в дупле медведя. Банк России запустил пилотный проект по финансовой доступности. Первый в очереди Дальневосточный федеральный округ. Занимая треть территории России, наш регион имеет самую низкую плотность населения. Почти половина населенных пунктов Приморья практически не имеет доступа к банковским услугам. На встрече с журналистами представители Банка России обсудили планы по повышению доступности финансовых услуг. Подробностями поделится Катерина Матвеева. Открыть офис в отдаленном селе может себе позволить далеко не каждый банк. Да и число самих банков заметно сократилось за последние годы. Это привело к тому, что 44% приморцев имеет низкий доступ к банковским услугам. А 2% населения не имеет его вообще. Центробанк намерен изменить ситуацию. Все больше и больше людей активно пользуются интернет-каналами, различными системами онлайн-банкинга. И такое движение будет только усиливаться. Но базовым условием для того, чтобы сервис работал, является собственно наличие интернета. Либо проводного, либо беспроводного. Но без интернета ни банки не готовы заходить в маленькие населенные пункты. Ни люди сами не могут получить доступ к онлайн-каналу. Поэтому в ноябре прошлого года Банк России подписал соглашение с Ростелекомом. Тот обязался обеспечить интернетом населенные пункты, в которых живет от 250 до 500 человек. Также Центробанк намерен увеличить количество финансовых точек в два раза к 2020 году. Помогут в этом банки с госучастием. Для этого мы помогаем банкам реализовать новые формы предоставления банковских услуг. Мы сделали специальное регулирование для так называемых облегченных банковских офисов. И сейчас все банки активно развивают именно такой формат. В частности, Почта Банк вместе с Почтой открывает такие легкие отделения сельские на базе Почты России. А Сбербанк, опять же, при нашей поддержке запустил проект, который называется «Агентские банковские услуги» через магазины, через ритейл. Люди могут сейчас уже на базе этих магазинов снимать денежные средства с карты, но планируют, что постепенно количество или набор сервисов, которыми можно таким образом пользоваться, он будет расти, и переводы появятся и другие виды финансовых услуг. Таким образом, Ростелеком будет заводить на территории оптоволоконные кабели, а в ряде сел – спутниковый интернет. Банки организуют офисы либо в легком формате, либо агентскую модель. В этом вопросе важна помощь муниципалитетов. Там, где они помогают, предоставляя, к примеру, помещения, проект развивается успешно. Решение проблемы финансовой доступности – комплексная задача и требует участия не только банков, но и местных властей. Катерина Матвеева, Станислав Лазебный, Новости на Восьмом. Фрегат «Паллада» отправится в кругосветное путешествие, посвященное 200-летию открытия Антарктиды. Планируется, что в дальний поход парусник Дальрыфтуза отправится 1 ноября. Всего в большом плавании примут участие три судна. «Паллада», следуя по маршруту через Тихий океан, обогнет мыс Горн и в аргентинском порту Ушуая встретится с легендарным парусником Крузенштерн. Вместе они выйдут в Южную Атлантику, где к ним присоединится Барк Седов. Сюда дойдут до Кейптауна в Южной Африке. Затем Седов и «Паллада» обогнут Южную Африку и проследуют до Владивостока. В Дальрыфтузе отмечают, что уже идет подготовка к кругосветному плаванию. На следующей неделе техническое состояние «Паллады» проверит заместитель руководителя Росрыболовства. Напомним, честь открытия шестого континента Антарктиды принадлежит русской кругосветной военно-морской экспедиции под руководством Фадея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева. Экспедиция в составе двух военных шлюпов «Восток» и «Мирный» отправилась в плавание в июле 1819 года из Кронштадта, а 28 января 1820 года вошел в историю как день открытия Южного материка. Отметим, что шлюпы «Восток» и «Мирный» пробыли в плавании 750 дней и прошли более 90 тысяч километров. Владивосток передал статус столицы тотального диктанта 2019 – Таллину. К слову, за победу соревновались Вологда, Казань, Пенза, Таллин и Ростов-на-Дону. Пять финалистов представили программу продвижения проекта в своих городах на суд строгого жюри. Отмечается, что Владивосток, будучи столицей тотального диктанта, задал очень высокую планку организации акции. Претендентам этого года было очень сложно предложить жюри что-то новое, но команде Таллина это удалось. Один из акцентов в этом году был сделан о том, что для русскоязычных людей, которые проживают за границей, тотальный диктант важен, ведь он позволяет вспомнить правила, обратиться к своей истории, корням, родному языку. Также финал конкурса на звание столицы акций дал ответ, каким будет маршрут тотального путешествия в этом году. Делегация проекта проделает путь от Владивостока до Таллина, осилив рекордное для акции расстояние почти в 10 тысяч километров. В городах на пути к столице будут проводиться просветительские мероприятия, открытые лекции и творческие встречи. Напомним, на пресс-конференции в Москве 7 ноября раскрыли одну из главных интриг акции. Имя автора текста тотального диктанта. Им стал писатель Павел Басинский. Департамент охотнодзора Приморья выясняет обстоятельства съемки видео в лесу, где авторы разбудили спящего в дупле дерева медведя. Напомним, ранее в СМИ было опубликовано видео из зимнего леса, предположительно, снятое в Приморье. На нем видно, как авторы кадров достают из ствола дерева выпиленный кусок и опускают руку с телефоном внутрь. Медведь просыпается и поднимает морду, а авторы видео бросаются бежать. СМИ сообщают, что ролик снят лесорубами в пожарском районе Приморского края. В отделе ГОИЧС пожарского района сообщили, что данных об этом инциденте не поступало. Не успели приморцы отгулять новогодние праздники, как незаметно подошел и Восточный Новый год. А у влюбленных рукой подать уже и День Святого Валентина, а еще чуть впереди и главный мужской праздник страны. И если в прошлом году День Защитника Отечества подарил россиянам небольшие трехдневные каникулы, то год 2019 не порадует длинными выходными. День Защитника Отечества выпадает на выходной, в субботу. Освободившийся день правительство перенесло на майские праздники. За счет пары дней с рождественских каникул и дополнительного дня на 23 февраля, в мае образуются настоящие каникулы из двух идущих друг за другом периодов. Сначала пять, а потом еще четыре дня. Далее о спорте. Женский чемпионат Дальнего Востока по боксу стартовал в Приморской столице. Крупные ежегодные соревнования объединили несколько десятков спортсменок со всего округа. Нешуточная борьба за возможность выступить на России будет идти вплоть до конца недели. О том, какие шансы на победу у приморских девушек, расскажет Максим Яковлев. Женский бокс в России становится с каждым годом все популярнее. Такая отнюдь не дамская борьба интересует не только юных девушек, но и взрослых женщин. Здесь, в Приморье и на Дальнем Востоке этот вид спорта тоже любят. Только на одном ринге традиционно встречаются около сотни соперниц. Хотя буквально лет 10 назад в бой решались выходить лишь единицы. Чемпионат Дальнего Востока последние несколько лет собирает во Владивостоке сильнейших представительниц бокса в округе. Обычно основная борьба разворачивается между главными и давними соперниками вроде Приморья, Якутии и Хабаровска. Но в этот раз особую изюминку и непредсказуемость добавили состязанием новые гости из Бурятии и Забайкальского края. Приморцы как хозяева представляют здесь самую многочисленную команду. Всего 37 девушек. И состав для наших соперников неутешительный. Здесь и призеры России, и Европы, и даже мастера спорта. В прошлом году выиграла этот турнир, отобралась на первенство России, где заняла пятое место, провела первый бой, выиграла во втором бою, проиграла. Бокс – это жестокий вид спорта, потому что даже наш тренер говорит, что мы должны боксировать как мужчины. Поболеть за своих коллег и земляков на Дальневосточный чемпионат приехала даже легендарная находкинская боксерша Мария Еворская, которая отметила небывалый профессиональный рост молодых спортсменок. Очень много девочек стало выступать на соревнованиях. Смотришь периодически мероприятия. В то время, когда занималась я, было, конечно, поменьше. То, что еще олимпийский вид спорта сделали, да, к сожалению, там пока несколько весов только. Но если сделают полностью все весовые категории, я думаю, будет девочек еще больше. Отбор на чемпионаты первенства России жесткий. Возможность представлять Дальний Восток на этих состязаниях получат только победители в своих весовых категориях. Они, к слову, будут выявляться в течение четырех боевых дней. Максим Яковлев, Алексей Заровный. Новости спорта на восьмом. И напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Во Владивостоке продолжается прием документов на замещение должности главы города. Накануне комиссия приняла документы от действующего градоначальника. Документы будут приниматься до 11 февраля. Владивосток ждет масштабный ремонт основных городских артерий. Он коснется всех пяти районов города. Самым распространенным заболеванием дыхательных путей в Приморье на сегодня является пневмония. Власти края планируют привить от пневмококковой инфекции более 75 тысяч приморцев. Бригад Паллада готовится к кругосветному путешествию, посвященному 200-летию открытия Антарктиды. Планируется, что в дальний поход парусник отправится 1 ноября. Владивосток передал статус столице тотального диктанта 2019 – Таллину. Автором текста диктанта в этом году стал писатель Павел Басинский. Женский чемпионат Дальнего Востока по боксу стартовал в Владивостоке. Крупные ежегодные соревнования объединили несколько десятков спортсменок со всего округа. А на сегодня это все. Есть что добавить? Заходите на страницы 8 канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там найдете все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала или присылайте на WhatsApp. Его номер вы увидите в конце выпуска. Телефон нашей редакции 249-88-12. Звоните, и уже завтра вы можете стать авторами новостей. Хотите о чем-то рассказать городу? Мы поможем. 8 канал. Главное – Владивосток. Приморцы, несмотря на горячее пристрастие к японским автомобилям, все же оценили и некоторые экземпляры отечественного автопрома. Так, в рейтинге самых покупаемых в регионе авто внедорожник УАЗ Патриот занял четвертую позицию. Но это еще не все. Наш автопром оценила еще и Мексика. Российский внедорожник УАЗ Хантер из-за своей брутальности даже стал героем рекламного видео, снятого для привлечения туристов в страну. Как заявили сами мексиканцы, они хотели обратиться к автомобилю, который бы выглядел по-настоящему интернационально. Хантер отлично вписался в удивительные мексиканские пейзажи, подчеркнув и их красоту, и свой характер. Гордимся отечественным автопромом все вместе, прямо сейчас и без комментариев. Сразу после прогноз погоды. Меня зовут Максим Дудников. Увидимся на Восьмом. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok